В очередных парламентских слушаниях по обсуждению проекта закона о краевом бюджете на последующие годы приняли участие анапчане и делегации из Геленджика, Новороссийска, Абинска, Тимлюкского и Туапсинского районов. В следующем году край перейдет на так называемый программный бюджет. 90% всех расходов будут распределены в рамках 25 государственных программ. Как отметил заместитель министра финансов Краснодарского края Сергей Гостев, на Кубани продолжается работа по повышению уровня заработной платы в социальной сфере. Прибавку получат 190 тысяч кубанцев. Зарплата педагогов вырастет на 40%, медработников более чем на 70%. У работников культуры и соцработников в два раза. В 2014 году на образование планируется направить из кровавого бюджета 46,3 миллиарда рублей. На здравоохранение 38,7 миллиарда. На сферу культура 3,3 миллиарда рублей. На физическую культуру и спорт 4 миллиарда. Для развития агропромышленного комплекса из кровавого бюджета будет направлено 3,5 миллиарда рублей. Точно такая же сумма привлечена и с федерального бюджета. Доходы и расходы бюджета Анапы на будущий год и на плановый период 2015-2016 годов в своем докладе отразил глава города-курорта Сергей Сергеев. Крупнейшей базовой отраслью для экономики муниципалитета является курортно-туристический комплекс. Планируемый объем доходов в следующем году составит 17,197,300,000 рублей. Не менее значимым для курорта является и потребительский рынок. Оборот розничной торговли по полному кругу организаций в размере 27,897,000,000. Оборот общественного питания 3,186,900,000. Объем платных услуг населению 13,95,800,000 рублей. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 7,348,000,000,000 рублей. Что позволит дополнительно получить нам 50,000,000,000 рублей налоговых платежей. В ближайшие годы планируется ввод в эксплуатацию 272,000 квадратных метров жилья. Развитие сектора экономики позволит на курорте увеличить средний размер заработной платы до 21,600 рублей. Муниципалитет Анапы поставил перед собой задачу через два года достичь полной доступности дошкольного образования. А именно потребуются крупные суммы на строительство, реконструкцию и приобретение зданий. В текущем году на условиях софинансирования администрация курорта будет проводить капитальный ремонт в 8 детсадах. Общий объем средств 56 миллионов рублей. На приобретение оборудования Анапе выделено 185 миллионов рублей. Из них 166,5 миллионов рублей составляют средства краевого бюджета. С 1 января следующего года в городе-курорте будут и другие изменения. С 1 января будущего года бюджеты городских округов полностью переходят поступления от продажи земельных участков и доходы от передачи налетно-земельных участков государственной собственности, на которой не разграничены. Здесь мы планируем получить дополнительно около 20 миллионов рублей. Важными для курорта являются темпы развития культуры и спорта. В ближайшие годы в Анапе планируется ремонт клубов и спортивных объектов. Строительство плавательных бассейнов и появление нового спортивного здания, соответствующего современным стандартам. Мы планируем в 2015-2014-2015 годах построить ледовый дворец с привлечением различных источников финансирования, в том числе и краевых средств. По завершению парламентских слушаний состоялась небольшая пресс-конференция. Председатель законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бикетов отметил, Такие встречи – это совместная работа всех уровней власти и населения. Активно обсуждая бюджет, кубанцы участвуют в его формировании, а также в расходовании средств. Главная цель, которую мы ставили перед собой – показать населению, что бюджет – это не что-то такое мифическое, сказочное, а это результат труда каждого жителя Кубы. Таким образом, благодаря открытому обсуждению, главный финансовый документ удастся сформировать более рационально.